всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду прошел месяц с начала процесса завяливания вот этой замечательной колбаски через пиканты и сегодня я собираюсь попробовать начало процесса приготовления этой колбасы и чайса фреско смотрите вот в этом ролике если вдруг пропустили как я уже упоминал чайсы конечно можно есть как и обычную сыровяльную колбасу но на взгляд моих знакомых испанцев да и на мой тоже она для этого слишком пряная слишком ярко слишком острое и поэтому чаще всего употребляется в качестве одного из ингредиентов какого-либо блюда ну давайте прочим уже разрежу и посмотрю что не внутри вот такая колбаска смотрите такой срез она очень очень ароматная просто чрезвычайно очень насыщенный аромат копченой паприки перца явно чувствуется такая кислинка вот эта характерная особенность испанских колбас почему-то ну подавляющее большинство из них которые мне доводилось здесь пробовать они имеют такой кисловатый привкус можно сказать что это характер испанских колбас так что касается вкуса яркая перченая на кислит насыщенный вкус мяса бутерброды с ней есть это конечно то еще удовольствие ну представьте что вы прям берете кусок обычной колбасы и закусывайте допустим перцем вот маринованным перцем маринованным острым перцем типа вот каким-нибудь мексиканские перцы продаются в баночках наборы вот вот такое вот но в качестве ароматической добавки в качестве кучки пряности в блюду какой то она конечно хороша тут слов нет так значит мне нужно ее нарезать для использования в блюде как нибудь не очень одинаково безусловно чем дольше колбаса вялится тем она вкуснее но чариза в этом отношении за счет вот этого чудовищного количества пряности которые в нее обычно используют хороша тем что уже даже через месяц за счет этих пряностей она вполне себе вкусная и ароматно то есть с ней нет такой уж нужды выдерживать месяц два-три до того момента когда она становится такой прям вкусный нет она уже сейчас хороша хороша опять же в качестве вот такой добавки как я сказал так ну вот это у меня наверное хватит что касается рецепта самый часто встречающийся это наверное тушеная белая фасоль чариза распространен этот рецепт наверное потому что он простецкий эдак и скажем блюдо в холостяцкой диалоге понадобится белая фасоль лук чеснок морковь сладкий перец острый перец сладкая паприка томатная паста и чариза конечно ну и соль по вкусу почему я сказал про холостяцкую диалогию да потому что все готовится по принципу завалил все в кастрюлю включил огонь и дождался готовности в данном случае немного оливкового масла колбаса если бы у меня были уже нарезаны овощи то я сразу бы их туда и отправил но не будет беды если класть все по очереди в порядке нарезки когда вот эта чариза начинает обжариваться появляется такой классный запах он такой такой вкусный лук морковь сюда же томатная паста не обязательно кстати ингредиент ну я все-таки добавлю пару ложек перемешать и перец красный и зеленый взял просто для красоты нарезаю такими неоднородными кубиками квадратиками квадратиками скорее ну вот так сюда все по идее это блюдо можно готовить даже в скороварке наверное оно и попроще и даже побыстрее будет паприку у меня подкопченая ароматная такая перемешать очень острый перец вот два таких малыша по остроте как один здоровенный жгучий чили и фасоль супер теперь наливаю воды присаливаю закрываю крышкой и варю до готовности тут конечно все зависит от фасоли в моем случае минут 40-50 займет может быть час так что у меня перерыв практически готово последние штрихи лавровый лист чеснока нарубить побольше фасоль все чеснок любят фасоль его перемешать и оставить минутные на 3-4 чтобы и лавровый лист свое отдал и чеснок распространился тут самое время попробуйте выправить блюдо на вкус если у вас сладкий перец морковь и лук были достаточно сладкими то не грех будет и сахар добавить сюда же для подачи конечно же стоит нарубить зелени кинза к фасоли подойдет очень хорошо и можно садиться за стол вот так вот вот от тепла фасоли кинза начинает очень сильно пахнуть такое вот простое я бы сказал крестьянское или даже холостяцкое блюдо зимнее пора рассказывать сказки про вкус я наверное сразу и с перцем и с фасолью и с колбаской смотрите какая красота так остро ярко сытно крахмалисто классно часть фасоли смотрите часть фасоли расползлась уже пока перемешивал и поэтому вот этот вот бульончик он очень густой я не добавлял сахар потому что сахара вполне хватило от лука от моркови и от болгарского перца очень насыщающе у нас сейчас еще по случаю зимы на улице плюс 20 а в доме плюс 16 плюс 18 вот так вот несмотря на работащее отопление и такая вот еда очень прям в тему нет конечно можно такое приготовить не обязательно с чаризой можно с другой холбасой но чариза здесь еще раз повторюсь в качестве альтернативы пряностям большому такому количеству пряностей конечно она будет вкуснее ощутимо вкуснее если она будет вялиться не месяц а 2 месяца 3 месяца но если иметь в виду что мы ее просто добавляем вот в тушеную фасоль ну или еще в какое-то тушеное блюдо то большого разницы вы не почувствуете нет если конечно так вот возьмете кусочек колбаски которая провялилась 2 месяца вот так вот месячной давности да разница есть но ну представьте что вы взяли и вот так вот перец острый начали сжевать разницу почувствуете между очень острым и не очень острым но будете ли вы ее вот так вот есть вряд ли с чаризой та же самая ерунда с той чаризой которая продается в нашей округе и которую делаю я естественно если вы положите мало пряностей и он будет просто красный и все то чтобы почувствовать действительно вкус сыровяленой колбасы ее нужно будет вялить долго но надо ли это не знаю ладно заболтался сегодняшний рецепт даже не рецепт я снимал напоминаю только для того чтобы показать вам как ее здесь едят правильно эту колбасу огромное спасибо что досмотрели огромное спасибо спонсору за предоставленную поддержку благодаря которому ролики выходят так регулярно вам спасибо за компанию за лайки и дизлайки всем пока